Мощный, напористый, надёжный, нацеленный на результат. Ставер. Инструмент победителей. В синий угол клетки добро пожаловать боец из Ирландии Шон Тёрнер! Ирландии Шон Тёрнер! Ирландии Шон Тёрнер! Ирландии Шон Тёрнер! Прямиком из Дублина с ирландским флагом на бойцовском клубе РЕН-ТВ. На наших экранах боксер, бывший член национальной сборной Ирландии, дрался даже за ирландцев во всемирной серии бокса WSB более известная. Тогда национальные команды в полупрофессиональном формате выставляли свои сборные. Так вот, Шон Тёрнер неплохо там дрался, затем перешел в профессионалы, выступает он с 2014 года. Неплохо шел, затем оступился в поединке с Камилом Соколовским. Через один бой одержал важную победу над Арнольдом Герджаем. Это швейцарский боксер косовского происхождения. С рекордом на тот момент 30 побед и только одно поражение. Вот его апсетнул тогда Шон Тёрнер. Затем выступил Филиппу Харговичу и пассиру Абакарову. Наш гость из Ирландии – Шон Тёрнер, опасный дублинский нокаутер. Мы говорили о том, что Шон Тёрнер очень неплохо шел в профессионалах. Его поединок с Филиппом Харговичем – это один из самых жестких и серьезных любителей. Сейчас является претендентом на пояс в тяжелом весе среди профессионалов Харгович. Призер Олимпиады и так далее. Но вот с ним очень здорово отбоксировал и всю дистанцию восьмираундовую прошел Шон Тёрнер. Поэтому я думаю, что уже поэтому можно судить о его бойцовских качествах. Нэтан Горман также был его соперником. На тот момент английский проспект. Ему, правда, нокаутом в третьем раунде проиграл Тёрнер и уступил в России бассиру Абакарову. Вот сейчас намерен Тёрнер сделать свой визит в Россию более удачным и одержать наконец-то есть победу. Уважаемая публика и его соперник, которого я приглашаю в красный угол клетки, боец, представляющий Россию, Кевин Владимирович Джонсон! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, друзья, это главное событие нашего вечера, и вот он наш родной, родименький, я бы так сказал, Кевин Владимирович Джонсон. Я очень хочу понимать и верить, что Кевин видит этот антураж, видит этот флёр, валенки, тулупы, ушанка, конечно же, спиртные напитки, ну и, конечно, телега, на которые его вывезли. Это всё близко и родное нашему русскому сердцу. Но Кевин рождён в Америке, в Нью-Джерси и сегодня только впитывает эту всю атмосферу, все эти традиции и все эти, конечно, красивые вещи под названием Россия. Ну а между тем, у этого парня 36 поединков, 20 побед нокаутом, 21 поражение, это бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC. Он боксировал со всеми известными топами сегодня, современными, которых вы знаете, и был очень конкурентен в этих боях. В общем-то, Кевин Владимирович Джонсон должен показать нам сегодня красивый бокс, мы в это верим. Давайте этого ждать. Итак, уважаемые дамы и господа. Это главный поединок суперсерии бойцовского клуба РЕН-ТВ. Четырёхраундовый бой за пояс чемпиона. И первым я представляю вам бойца, который выйдет на центр из синего угла. Ему 32 года. Его официальный вес зафиксирован на отметке 128 килограммов при росте 180 сантиметров. Он ярчайший представитель славного ирландского народа. Никогда не откажется размять кулаки в драке и, как говорится, выбить дурь из оппонента. Он здесь, чтобы покорить новую вершину в своей карьере и увести чемпионский пояс бойцовского клуба РЕН-ТВ в Дублин. Поприветствуем впервые в России Шоан Биг Сэкси Чёрнер! И его соперник. Он, напротив, выйдет на поединок из красного угла. Ему 44. Его официальный вес зафиксирован на отметке 113 килограммов ровно при росте 191 сантиметра. Этот улыбчивый парень провел на профессиональном ринге 60 поединков, и это впечатляет. Сегодня он пробует для себя новый формат, но по старинке намеревается выйти победителем и забрать пояс чемпиона себе. Новая звезда бойцовского клуба РЕН-ТВ, парень из Самары, Кевин Владимирович Кирпин Джонсон! И рефери этого поединка Сергей Кавин. Правила не нарушаем. Меня слушаем внимательно. Обоим бойцам удачи. Боец готов? Боец готов? Бой! А прямо сейчас Винлайн раздает фрибет до 10 тысяч всем своим пользователям. Заходи в приложение и забирай свой подарок. Так, здесь у нас только руки. Обратите внимание на накладки. Это не боксерские перчатки, хотя для обоих это является более привычным инструментом, скажем так. При том, что у Тернера есть один бой на голых кулаках, и в нем одержана победа нокаутом. Очень хороший боксер Шон Тернер. О его прошлом в любительском боксе мы уже с вами говорили. Но Кевин Джонсон – это боксер другого калибра. Энтони Джошуа, Энди Руиз. Тайсон Фьюри ничего не смог с ним сделать за 10 раундов. Ух ты! Ножки-то посмотрите, какие свежие у Кевина Джонсона. Владимировича, не забываем, Самара не спит. Самара болеет. Затепировал он свои ноги, свои боксерские ноги. Видно, чтобы не подвернуть голеностоп. Собственно, боксерки, обувь для бокса для этого и создана. Работа на агах, на голеностопе. Мы знаем, как он двигается. Это хорошая техника в исполнении Джонсона. Он всегда подвижен. В социальной сети «Одноклассники» телеканал РЕН-ТВ выпустил эксклюзивные весенние видеоподарки со звездами бойцовского клуба РЕН-ТВ. Переходите по QR-коду и отправляйте близким. Работа джеймом, работа передней рукой. И у нас главный бой будет состоять из четырех раундов. И надо сказать, что Кевин Джонсон возвращается в борьбу за бойцовский... За пояс чемпиона бойцовского клуба РЕН-ТВ. Мы помним, что победил он Дацико. Пояс забрал, проиграл не так давно Максиму Бабанину, нашему известному боксеру. И вот теперь он снова в деле. Не дает ему покоя. Тот факт, что пояс не у него. Хочет вернуть. Увести домой, в Самару. Классический хороший джеб в исполнении Кевина Джонсона. Хорошая передняя рука. Этим он славится. Он здорово бьет передней рукой и не дает бить себя напротив. Поэтому многоударная работа джебом – это, конечно, большая неприятность всегда для его соперников. Да, конечно, вот этот джеб, вылетающий из любого, причем, положения. Опущенная рука, поднятая, где-то там болтается вообще сбоку. Доносит 80% ударов слева Кевин Джонсон. Рейсингует его Шон Тернер. Ну, что мы знаем о ирландцах? Это упрямые, упертые до нельзя люди, которые, невзирая на любые сложности, идут вперед в надежде забрать свое. Да, потирает уже глаз Шон Тернер, потому что маленькие перчатки, вот этот любой джеб может сделать рассечение очень быстро и легко. Да, тут ловить, так сказать, удары, наверное, головой не стоит совсем, убирать ее нужно в стороны и надеяться на свой крепкий кулак. Скажите, чтобы так же продолжал все отлично левой рукой. Внимательно он будет с корпуса на голову переводить. Инициатива за Кевином. Тарас Кияшко, обратите внимание, вот седая голова, известный наш специалист. Работал долгое время с Александром Волковым, экс-претендентом на пояс чемпиона UFC. Вообще большая команда у Кияшки в зале и очень хороший специалист. Да, это Кевин Джонс работает со своей публикой, поддерживает, машет. Да, пошел гулять по клетке, тут завлекая публику. Конечно, вот в плане создать шоу-программу, Кевин Джонсон – это настоящая находка. Ну и боксер-то классный. Да, опыта огромное количество. Ну, в общем-то, он, можно сказать, на рентаве-то свой. Любит его. Борис готов. Я смотрел поединки Шума Тернера. И вы знаете, если этот парень пойдет рубиться и попадет, то упадет любой, уверяю вас. Поэтому ему нужно только лишь донести, конечно, свой удар. Он умеет бить. И телосложение, знаете, как Энди Руис он напоминает. Вот он еще быстрый, хлесткий. И эти маленькие перчатки, они могут пройти любую дырочку. Ох ты, посмотрите, четыре подряд крюка от Кевина Джонсона. Но и Шон Тернер показывает, что он хорошо готов, что он знает, что такое жестко бить. Да, по-другому никак. Они, кстати, тут немного так покусались на конференции перед боем. Там Тернер обещал все несчастья своему сопернику. На что Кевин ответил очень просто. Вспомни бой Макгрегора и Мэйвезера. Вот ты будешь, угадай кем. Ну, конечно, Макгрегором, я буду Мэйвезером. Ну, и надо сказать, что пока этого нет. Шон Тернер хорош. Шон Тернер конкурентный поединок показывает. Представляет опасность, конечно. Да, скорость за Кевином Джонсоном. Но Тернер ищет, и он может найти. И вот эти удары, которые даже он бьет по затылку, они могут быть очень болезненные. Очень неприятные. Ну, Джонсон справедливо заметил, что ни разу он не был вырублен наглухо. Это даже то единственное досрочное поражение за более чем 50 профессиональных боев от Энтони Джошуа. Да, ему был отчитан на нокдаун. Он поднялся. Я, говорит, ни разу не уснул. Я всегда встаю. Сказал Кевин Джонсон. Да, это его гордость. Ну, хорошо. Это надо полагать. На самом деле это большая гордость, когда тебя бьют такие парни. Ну, да, и Тайсон Фьюри, и Энди Руиз не смогли его нокаутировать. Ух ты, по печени красота. Это хороший дубль, да. Корпус голова. Хорошая передняя рука. Как в ракушку Кевин Джонсон заходит. Да, и сложно. У него остается, я не знаю, только одна макушка. Вот остальное все в плечах и в руках. Позатру Клупик не стесняет. Шон Тернер просто не стесняет. Хорошая скорость. Хорошая скорость. Да, вот этот мазанный удар, но тоже неприятный в области СССР от Шона Тернера. Два джеба от Кевина. Гематома над правым глазом у Шона Тернера. Но это еще в первом раунде был эпизод, когда жестко джеб всадил буквально в глаз своему сопернику Кевин. Да, гонит угол Тернера вперед. Нужно попадать, конечно, нужны удары, нужно навязывать. Просто так вот, если дать возможность Кевину Джонсону танцевать, он будет танцевать вообще все 12 раундов. Нельзя этого позволить. Угла здесь, конечно, нет на этой бойцовской арене, но все-таки где-то нужно его запирать и нужно где-то жестко бить. Иначе джеб просто как будет лететь из пулемета. Ай, здорово. Джеб в корпус и сразу разрывает дистанцию Кевин Джонсон. Не достает его Тернер. Тернер. Не надо влезать. Не надо приезжать, не надо приезжать. 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 Кевин Джонсон работает по простой системе. Не надо приезжать. 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 Друзья, давайте поблагодарим бойцов за этот поединок. Наш уважаемый рефери Сергей Кавин останавливает противостояние в четвертом раунде. Время остановки зафиксировано на отметке 2 минуты 10 секунд. Техническим нокаутом одержал победу и стал чемпионом бойцовского клуба РЕН-ТВ в супертяжелой весовой категории Кевин Джунсон Россия. И пояс чемпиона вручает победителю легендарный промоутер Владимир Хрюнов. Я русский, кричит Кевин Джунсон. Не поспоришь. Мы благодарим обоих бойцов. Это было великолепное шоу. Шон, спасибо тебе, что приехал в бойцовский клуб РЕН-ТВ. Показал великолепный поединок. Познакомил нас с теми, кто может называть себя настоящими ирландцами. И, конечно же, Кевин Джунсон. Дома и стены помогают. Поздравляем тебя с победой в новом статусе. Спасибо, спасибо. Ощущение, эмоции перед этим поединком. Насколько ответственным для тебя было. Как давило или наоборот вдохновляло это тебя. Кевин, еще один вопрос. О чем вы столько беседовали с Шоном? Шум. О, он оченьisenый парень. И в момент боя, когда он получал удары, он говорил разные вещи. Он исполнял трэш-ток. И когда его били, и когда он бил, он исполнял трэш-ток. Вот такой этот парень. Большое спасибо. С победой. Ну что ж, РЕН-ТВ меняет судьбы. Наши победили. Я вас прошу, всем рассказывайте о бойцовском клубе РЕН-ТВ. Это важное правило, которое должен запомнить каждый из вас. Ну что, вот это эпический выход Емеля Кевина Джонсона. Ну и фрагменты этого поединка. Красивого поединка. Пожалуй, самого красивого поединка сегодняшнего вечера. Немного подпортила картину преждевременная остановка. Я думаю, что мужеством Тернера мы могли насладиться чуть больше. Но там, конечно, изнутри клетки виднее. Не будем все-таки слишком строги. Возможно, правда, мы что-то упустили. Возможно, рефери увидел в глазах Тернера что-то, что заставило его остановить этот поединок. Но в любом случае, это был классный турнир. Потрясающая четверка Гран-при. Скоро финал. Поэтому ждем и этот бой, и новые поединки на бойцовском клубе РЕН-ТВ. Александр Садоков, Григорий Дрост. Прощаемся с вами. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!